Неважно, насколько серьёзно подошли к созданию фильма. Фанаты всегда будут рады найти ошибки, ляпы, несостыковки и разнообразные отсылки. Порой это даже веселее, чем просмотр самого фильма, ибо нередко попадаются довольно забавные моменты. Если вы любите находить или просто смотреть на ляпы, ошибки и отсылки в фильмах, то тогда добро пожаловать. Меня зовут Никитун, и я представляю вам 10 самых забавных моментов в популярных фильмах. Кингсман. В Кингсман есть один довольно запоминающийся эпизод, который полюбился многим киноманам. Да и вообще, фильм остался с положительными отзывами критиков, из-за своей динамичности и непредсказуемости сюжета. Тут мы видим, как агент убивает одичавших людей. Среди всей этой массовки проскальзывает интересный момент. Обратите своё внимание на этого парня со стулом в руках. Кажется, он очень в кавычках усердно лупит свою жертву. Эх, дилетант. Мы знаем друг друга много лет, но ты впервые обращаешься ко мне за советом, за помощью. Крёстный отец. В идеальном мире зрители кино никогда не будут засматриваться на фоновых второстепенных актёров. Это попросту не нужно. Но в Крёстном отце присутствует довольно забавный фейл. В этой сцене, когда Дон Карлеон разговаривает с Джонни Фонтейном, мы можем видеть персонажа, который хотел зайти в ту же комнату. Но, видимо, что-то переменилось, и этой девушке перехотелось заходить, и она вернулась обратно. Живёшь только дважды. Наверняка многие, кто смотрел этот фильм, помнят животное-злодея, его белую кошку, которую он постоянно держит на руках. Когда база наполняется пламенем и дымом от взрывов, и становится жарко, кошка на руках злодея просто становится бешеной. Но крепкая хватка Дональда Плэзанса оставляет кошку на руках. Это серьёзно забавно. Так ты, видимо, пресловутая бутерфляй. Доказательство смерти. Квентин Тарантино никогда не скрывал, что на его фильмы оказывают влияние другие произведения искусства и персонажи. И фильм Доказательство смерти не исключение. Когда дамы веселятся, пьют и танцуют, как декорацию мы видим висящую на стенке майку главного героя фильма «Большой переполох» в маленьком Китае. Актёр, играющий его, Курт Расселл. Один из фаворитов Квентина. Голодные игры. В мире по НЭМ ничего так не устрашает, как известие о том, что ведётся набор на Голодные игры. Каждый мальчишка и девчонка, достигший определённого возраста, может попасть под рандомный выбор. И это, естественно, пугает каждого. Ибо на Голодных играх бой ведётся насмерть. Но, как оказывается, одну особу это не очень-то и волнует. Она спокойненько стоит себе и грызёт ногти. Я живу тобой, в тебе вся моя жизнь. Я не могу. Таурель. Амра-лин-мен. Хоббит. Битва пяти воинств. В финальной и самой масштабной битве Питера Джексона участвовали многие расы. Но выделились из всей массы эльфы. Как вы знаете, трилогия создавалась с использованием огромного количества 3D-графики и CGI-эффектов. Это коснулось и воинов, которые выступают в битве. Здесь отчётливо видно, что у эльфов одни и те же лица. Как будто их кто-то скопировал и вставил снова и снова. Ты не хочешь принять величайшую честь? Гладиатор. Режиссёр Ридли Скотт задействовал всю мощь компьютерной графики на время съёмок фильма, чтобы воссоздать всю красоту и массивность Колизея. Однако при съёмке крупным планом, в кадр приходилось вставлять настоящих людей. И тут самое интересное. Присмотритесь к этому месту на экране. Какой-то человек из массовки, видимо, захотел засветиться и пролез через Кай-Лег, чтобы посмотреть в объектив камеры. Лего. Фильм. В фильме про конструктор Лего есть одна забавная отсылка. Когда отец с сыном играет в Лего, герои в фильме приходят в Клауд Куку Айленд. Там собраны самые разнообразные фигурки и постройки Лего. И в принципе особо из себя они ничего не представляют. Но потом нам снова показывают, как отец с сыном играют, и мы видим коробку с Лего. На ней написано Cloud Movers, что отсылает нас к этому самому месту. Лего. Нужно стрелять в заложника. Что? Убрать его из этого уравнения. Скорость. Когда разгоняешься на огромном автобусе до 50 миль в час, это как бы уже должно тебя немножко напрячь, и нужно хорошо сконцентрироваться. Но дело меняется, когда оказывается, что на автобусе ещё и бомба. Пока этот автобус летит через трассу словно молния, мы отчётливо замечаем оператора, который спокойненько так стоит себе и снимает сцену. Видимо, я ошибался. Опасности не было. Звёздные войны. Атака клонов. Первый приквел Звёздных войн получил от критиков суровое негодование. Но тем не менее, фанаты его любят. И сейчас вы меня спросите, а почему ты начал говорить о первой части? Если речь идёт как бы о второй. Всё очень просто. Дело в том, что к первой части сделали игру про гонки на карах. Она называется Star Wars Episode I Racer. Вся соль в том, что она засветилась в одном из баров во второй части. Довольно неплохая отсылка. А спонсор видео – канал Алексея Смертника. Парень делает добротные видео по играм. Проводит трансляции, играет в новинки, проходит разнообразные игрушки. И всё это в сопровождении с уютной атмосферой и не дающими заскучать комментариями. Заходи на канал по ссылке в описании. Это были забавные шутки, пасхалки и ляпы, которые удалось заметить в этой горстке фильмов. Но что же пропустили? Пишите в комментарии, какие забавные моменты заметили лично вы. Также не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось. Это меня смотивирует на создание нового видео. Всем спасибо за просмотр. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok